МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОЛОСА ЕС впервые доказал санкциями члены Евросоюза. Кто и в чем провинился? Мэй, до свидания! Однопартийцы британского премьера хотят отправить ее в отставку. За что? Теперь официально в Украине подорожает газ. Возможно, уже в нынешнем году. Об этом после заседания кабина заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Впрочем, переговоры с МВФ продолжаются и с окончательной ценой еще не определились. Кроме этого, правительство начинает масштабное строительство дорог в Украине. Сколько потратят и как будут контролировать качество? Разбиралась Ксения Боровиненко. 56 миллиардов гривен. Столько планирует выделить Кабмин на ремонт и строительство украинских дорог в 2019-м. Это почти на 10 миллиардов больше, чем в нынешнем году. В этом году мы выделили беспрецедентных 47 миллиардов гривен. В следующем году на дорожные строительства в Украине мы выделим в сумме 56 миллиардов гривен. Если в этом году мы выделили 11 миллиардов гривен на местные дороги, то в следующем году мы выделим 17 миллиардов гривен на местные дороги. Я просто требую, чтобы за эту каждую гривню выделили первую очередь перед гражданами. На эти деньги начнут ремонт трассы Киев-Одесса и ряда других важных магистралей. Мы вышли в Драдьянскую систему освоения костей в межах одного года. Сейчас мы не освоируем бюджеты. Мы экономно, открыто скрываем косты платных податков на ремонт дороги в рамках системы среднестрокового планования и контрактования на 2-3 сезоны вперед. Но за рекордными суммами на строительство стоят и масштабные проверки. Аудиторская служба уже отчиталась о первых нарушениях. Мы на сегодня имеем факты, когда отдельные управления автодороги проводят ремонты при наявности лишь дефектных актов и локальных кошторисов, не имея при этом проектно-кошторисной документации. Конечно, мы понимаем, что потом качество дороги и так далее. Распоряжаться финансами будут местные власти. Но если деньги не используют, их могут перенаправить в другие регионы. Министерство инфраструктуры внесло пропозиции про предыдущий перераспредел финансовых ресурсов с тех областей, где не использованы ресурсы, где не проведены тендеры. Если деньги в одной области не будут использованы, то за пропозицию Украинской области они могут быть использованы в другой области. Программу развития автодорог утвердили еще в начале года. Она рассчитана на 5 лет. За это время планируют выделить 300 миллиардов гривен и отремонтировать около 20 тысяч километров дорог. Ксения Барвиненко, Сергей Ведмить. Подробности. Телеканал Интер. В Украину понемногу приходят инвесторы. Крупные компании из нескольких стран решили вложить деньги в аграрный сектор. С кем уже подписали договоры, узнаем от Юлии Жешко. Украина становится привлекательной для инвесторов. Руководители крупнейших мировых корпораций готовы вкладывать в отечественный бизнес. В первую очередь речь идет об украинской компании Мрия Фарминг Пелси. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур, сахарной свеклы и картофеля. Но не так давно оно оказалось на грани банкротства, поскольку этот агрохолдинг, один из крупнейших в Украине, было принято решение. Постим Рию с помощью инвесторов. Для нас очень важно, что интерес наших арабских партнеров, который был засвечен во время моего визита до Саудовской Аравии, до Рияда и встречи с его величностью, где мы четко наметили планы инвестиций в Украину с боку наибольших световых инвесторов. По словам Петра Порошенко, Украина приобрела надежных партнеров в лице бизнесменов из Саудовской Аравии и Великобритании. Господин президент, мы настроены и в дальнейшем продолжать нашу деятельность. И это соглашение с компанией Мрия, как вы правильно отметили, это восстановление агрохолдинга. Мы настроены повысить эффективность производства компании. Хочу отметить, что это не последняя наша инвестиция в вашу страну. Мы рассматриваем возможности инвестирования в другие секторы. В присутствии президента подписали договор, согласно которому агрохолдинг Мрия перешел к новым владельцам. Еще раз всем спасибо. Надеюсь, у нас еще будет повод собраться таким составом и отпраздновать подписание новых контрактов. По словам дирекции холдинга, это событие, пожалуй, самое значимое для агросектора за все годы независимости. Сегодняшняя транзакция, которую вы видите, это серьезным шагом для реальности увеличения инвестиций в аграрную сферу Украины. Я вам скажу, что это была беспрецедентная реструктуризация и самая большая за последние, возможно, часы нашей независимости, прямая инвестиция в агросектор. Мрия была проблемным активом. Мрия пережила четыре сложных года со времен дефолта в 2014-м. Я считаю, менеджменту и работникам удалось провести прекрасную работу, чтобы вывести компанию на ее сегодняшний уровень. Это, безусловно, лучшее решение, которое принесет компании много позитивных изменений, стабильных инвестиций, рабочих мест, оплаченных налогов. Аграрный сектор – один из основных для украинской экономики. И его развитие должно способствовать экономическому росту. Юлия Жешко, Владимир Дедов. Подробности – телеканал «Интер». А еще в Украину заходит «Икея». Это хороший сигнал для других мировых брендов, так считает Петр Порошенко. Об этом президент заявил на встрече с исполнительным директором этой компании. «Икея» откроет свой первый магазин в Украине уже в следующем году. Ритейлер подписал договор аренды на помещение площадью около 4 тысяч квадратных метров в столице. Петр Порошенко ожидает, что после этого мебельный гигант разместит собственное производство в нашей стране. Я думаю, что тот инвестиционный бум, который на сегодняшний день происходит, это яркий знак доверия к Украине с боку святых инвесторов. И, пан Стефан, я витаю ваше решение, которое принято очень своёчасно, правильно. Хочу сказать, что вы имеете поддержку украинского президента и украинского уряда. Благодарю вас, господин президент, за эту возможность встретиться. Мы верим, что Украина – важная европейская страна. И видим, что это правильный момент для «Икея» находиться здесь. Нас интересует бизнес-климат, возможности для нашей компании. И наша главная задача – сделать повседневную жизнь людей лучше. Слухи об объединении оппозиционного блока и партии «За життя» получили своё подтверждение. Все подробности в материале. Об объединении на прошлой неделе говорил народный депутат от оппозиционного блока Сергей Лёвочкин. Оппозиционный блок всегда выступал за объединение политических сил, собственно, в 2014 году. Он таким образом и был образован. У него вышли разные политические силы, которые представляли интересы Востока и Юга нашей страны. Сейчас это мощная политическая партия. На нашем поле есть и другие политические партии. И мы считаем важнейшим шагом этого политического сезона объединение всех политических сил, у которых есть общие ценности, у которых есть общие планы, общие цели. Поэтому мы будем инициировать такие объединения, мы будем в таких объединениях участвовать. Это будут не только политические партии, но это будут и политические движения, и будут общественные движения, общественные организации, союзы. Мы надеемся на широкую консолидацию всех здоровых политических сил, которым надоели война, которым надоела бедность, надоела разруха, надоела безвластие, которое царит в нашей стране. Сегодня же нардеп и глава партии «За життя» Вадим Рабинович на своей странице в Фейсбуке заявил следующее. Я хочу обратиться к политическим силам, имеющим мандат доверия Юго-Востока и Центра Украины, к общественным организациям и объединениям. В первую очередь я обращаюсь к оппозиционному блоку. Иногда мы были некорректны в действиях по отношению друг к другу, но сейчас все противостояния и недоразумения между нами нужно прекратить, так как отсутствие нашего единства приводит к тому, что власть чувствует себя безнаказанно, разбивая нас на различные группы. Предлагаю перевернуть страницу и начать переговоры о создании мощного консолидированного политического объединения. В свою очередь Сергей Левочкин также подтвердил, что поддерживает объединение двух политических сил. С момента создания оппозиционный блок последовательно выступает за консолидацию настоящей оппозиции. Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, разделяющими ценности оппозиционного блока и его избирателей. Мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли. Среди таких сил вижу и зажиття Рабиновича и Мураева. В трудное для страны время нужно отбросить амбиции, прекратить конфликты. Только объединив все оппозиционные силы, мы вернем в Украину мир, стабильность, развитие. Создадим условия для украинцев снова жить по-человечески. Политологи следующим образом отреагировали на сегодняшние заявления. Глобально этот ход, он достаточно серьезный. И к нему шли, чтобы вы понимали, ну скажем так, к этому объединению, ну хороших полгода, несколько месяцев только разговоры о вот-вот уже, скажем так, назревавшем переговорном процессе. И объединенная, скажем так, оппозиция может претендовать на выход своего лидера во второй тур президентских выборов. По словам политэкспертов, объединение двух политсил позволит выдвинуть единого кандидата от Юго-Востока и гарантирует ему выход во второй тур президентских выборов. Константин Редин, подробности, телеканал Интер. И вот как нам прокомментировал заявление об объединении двух политсил лидера позиционного блока Юрий Бойко. Мы давно предлагали всем политическим силам, которые хотят мира и стабильности в стране, объединиться. В том числе мы приветствуем будущее объединение с партией «За житья» и другими общественными организациями, партиями, которые стоят на таких же позициях. Мы отбрасываем все недоразумения личного характера, которые были в прошлом, ради высокой цели восстановления мира и стабильности в нашей стране. Это наша официальная оппозиция, мы ее высказывали всегда и подтверждаем сейчас. 12 лет колонии строгого режима. Верховный суд России отклонил апелляцию защитников украинского журналиста Романа Сущенко, которые настаивали на пересмотре приговора. Сам Сущенко заявил, что не согласен с решением и будет обжаловать его в Европейском суде по правам человека. В то же время адвокат Марк Фегин сообщил, что его подзащитный готов просить российского президента о помиловании. На вердикт отреагировал также Петр Порошенко у себя в Фейсбуке. Президент назвал это дело фарсом и заверил, что Украина продолжит бороться за освобождение всех политзаключенных, в том числе и путем усиления международных санкций против РФ. Боевики на Донбассе продолжают бить из запрещенного оружия. С утра открыли огонь из минометов крупного калибра в районе поселка Чермалык. В общей сложности украинские позиции сегодня обстреливали уже 14 раз, практически по всей линии фронта. Геннадий Вивденко расскажет подробнее. Блиндаж, видимо, там бровно вчера выкидывали. Потихоньку строятся. Не сильно, но есть. Откопают окопы, блиндажи. Олег из окопов Авдеевской промзоны наблюдает, как враг укрепляется с той стороны. За дни относительного затишья противник создает серьезную систему обороны. Вместе с тем оккупанты не забывают атаковать из крупнокалиберных пулеметов. Стреляют часто. Провоцируют на стрельбу. В основном вечером и днем тоже провоцируют. С крупнокалиберных. Вылазят, кричат с окопов. Всякие там непристойные вещи. Ну, мы как бы на это не реагируем. Ну, а так. Гоюем по чуть-чуть. Постепенно огонь из пулеметов противника становится плотнее. Пули летят уже над бруствером нашей траншеи. Может, подползли, может, мало ли еще. Это они работают. Слышите, ликошеты. Пошло. Это так. Это беспилотники. Уходим, входим. В это время противник выпустил свой беспилотник и открыл огонь по таким же аппаратам АБСЕ. Параллельно провоцирует и наших пехотинцев. Противник тут применяет тактику таких вот одиночных прострелов. Пытается выманить наших бойцов на ответный огонь. Однако наши в основном молчат и свои огневые точки не показывают. Неприятель таким образом обозначает свое присутствие и проверяет наличие наших воинов на позициях. Просто выпрашивают, чтобы ответили им. Черепим, ждем. Командование не одобряет такое, чтобы просто открывать огонь. Не палим позиции. Пока к активным действиям на этом участке фронта противник не прибегает. Однако беспокоящий огонь, не менее опасный, не утихает. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. США продолжат поставки оружия в Украину из-за увеличения количества российских военных кораблей в акватории Азовского моря. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. В Вашингтоне всерьез обеспокоены действиями РФ. По словам Волкера, российские военные увеличили количество проверок кораблей, входящих и выходящих из акватории. Обезопасить выборы. Дональд Трамп буквально только что подписал новый указ, предполагающий жесткие санкции за вмешательство в ход голосования. Разведке и Госдепу президент поручил изучить, какие государства стоят за хакерами. И если найдут доказательства, наказание последует уже без дальнейших обсуждений. Кому еще Вашингтон угрожает санкциями, причем здесь выборы, в этом в американской столице разбирался Дмитрий Анопченко. В избирательных штабах дедлайн уже 6 ноября американцам идти на участки. Переизбрать нужно треть сената, всю палату представителей, губернаторов во многих штатах. Но процесс по-прежнему под угрозой, уверяет разведка. Данные настолько серьезные, что команда Белого дома порекомендовала президенту издать отдельный указ. В Белом доме поясняют, документ предполагает введение санкций против зарубежных организаций и лиц, предпринимающих попытки вмешательства в американские выборы. А сотрудники, готовившие проект указа, неформально делятся, мол, он преследует две цели. Во-первых, американская избирательная система действительно по-прежнему уязвима. Ну, во-вторых, такой шаг американского президента позитивно воспримут избиратели. С желанием заполучить голоса в прессе связывают и разворачивающийся сейчас скандал вокруг Международного уголовного суда, когда впервые в его истории Штаты пригрозили судьям санкциями. Отношения с Фемидой всегда были непростыми. В начале нулевых США подписали римский устав, которым суд был утвержден. Конгресс согласия так и не дал. Через пару лет Вашингтон и вовсе отозвал свою подпись под документом. Более того, Америка теперь подписывает соглашение с другими странами, по которым те обязываются не выдавать граждан США этому суду. Цель такой политики понятна. Заранее максимально оградить от любых возможных претензий американских военных, которые несут службу, к примеру, в Ираке и Афганистане. Однако то, насколько жестко и бескомпромиссно были сделаны эти заявления, заставляет американскую прессу и о другом задуматься. Мол, скорее всего, администрация Трампа пытается перетянуть на свою сторону тех, кто служил или служит в армии. И продемонстрировать им, только Дональд Трамп вас защитит. Что скажет избиратель, задумываются сейчас все чаще. И вся американская политика теперь будет проводиться с оглядкой на выборы. Как минимум до ноября. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Стрельба в американской школе в городе Норд-Лас-Вегас убили 18-летнего парня. Неизвестный открыл огонь возле бейсбольной площадки. Полицейские обыскали школу, нашли оружие, из которого велась стрельба, но никого не задержали. И, похоже, инцидент произошел в больнице в городке Дауни. Там обошлось без жертв. Полиция окружила здание, медработников и пациентов эвакуировали. Преступника задержали. Битва за урожай. Пятые сутки. Под Харьковом идет борьба за элеватор, в котором хранится уже собранное зерно. Неизвестные с оружием захватили. Это хранилище 7 человек, в том числе один полицейский раненый. А вот кто стоит за этими рейдерами, выясняли наши корреспонденты. События на сельхозпредприятии начали разворачиваться еще в субботу. Более 30 человек в камуфляже самовольно зашли на территорию сельхозпредприятия, заблокировали ворота и стали вывозить подсолнечек с элеватора. Хозяину предприятия Александру Строгому показали документ, в котором говорилось, что он уже не собственник. Мы с начала не поверили, открыли компьютер, посмотрели в реестратор. Да, действительно, этот новый властик, независимая мне женщина, прописка ее в Донецкой области, может, и нет уже живых, зарегистрирована у черного реестратора. На элеваторе хранится урожай многих фермеров, а еще зерно 2400 пайщиков. Строгий показывает на спине больше десятка следов от резиновых пуль и шутит. Так сотрудники агропредприятия вместе с селянами и общественниками отстаивали элеватор. Но вооруженным людям вчера удалось захватить элеватор. Ночью бойцы спецподразделения полиции вывели и задержали более 50 человек. В результате переменникам также удалось умовить вказанных людей добровольно выйти из помещения элеватора, что они и сделали. Каждый из них сдав оружие, спецзасобы. Сегодня элеватор охраняет полиция, а вот на полях соседнего фермерского хозяйства «Благодатное» неизвестные собирают и вывозят чужой урожай. За тот час, пока мы сможем установить назад свои юридические полномочия, они грабляют полным ходом. И грабляют не просто автомобилями. Заплановлено было поставить железнодорожные вагоны для адреских зерна с элеватора. На полях 2-5 десятков фур, на сегодняшний день 4 комбайна. Юрист Андрей Наход утверждает, это типичная схема рейдерства. С прошлой пятницы элеватор Строгова перепродали два раза. Новые собственники – киевляне. И пока будут идти разбирательства, рейдеры могут вывезти весь урожай. Это достаточно большие объемы. Тут называют объемы до 15 миллионов долларов. Это стандартная схема через КП, коммунальные предприятия, которые действуют в арестационные действия, заходить на фирмы, забирать землю. Сегодня в следственное управление полиции был доставлен один из возможных фигурантов рейдерского захвата. Бывший руководитель роты нацполиции «Восточный корпус» Олег Ширяев. К сожалению, в этой акции участвовало некоторое количество людей, имеющих репутацию атошников и воевавших в тех или иных подразделениях вооруженных сил. Национальная полиция сегодня, я думаю, проведет необходимые действия и задержит и предъявит подозрения одному из руководителей этой структуры в прошлом. Достаточно известным человеком, который руководил одним из ротой национальной полиции «Схидный корпус» господином Ширяевым. На данный момент в полиции проверяют, был ли Ширяев организатором или заказчиком рейдерского захвата. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал «Интер» Харьковская область. Усилить контроль за выплатой денег на предприятиях предлагает парламентский комитет по вопросам соцполитики. По данным нардепов, в последнее время многие работодатели стали задерживать зарплаты сотрудникам. В подобной ситуации оказались и работники полтавского хлебзавода. Об этом не рассказали исполняющему обязанности главы данного комитета. «Заборгованность по заработной плате в целом в стране складает приблизительно 2,7 миллиарда гривен. За год она выросла почти в трое. На самом деле, сегодня государство абсолютно ничего не делает, чтобы поселить ответственность руководителей за такие затримки. На комитете социальной политики мы приняли решение – создать отдельную комиссию и на оливке держать каждую заборгованность, каждое предприятие, каждого руководителя». 23 день. Возле Минздрава в палатках живут родственники тяжелобольных украинцев. В основном пациентов с тяжелыми редкими заболеваниями, вылечить которые в Украине невозможно, нет оборудования. Минздрав прекратил финансирование лечения за рубежом на неопределенный срок. Каждая из операций, которая нужна этим людям, стоит более 100 тысяч долларов. Большинство пациентов министерство до сих пор не внесло в официальную очередь на это лечение, хотя, как уверяют люди, необходимые документы были поданы несколько месяцев назад. «Мы не знаем, где деньги, государственные деньги, которые выделялись на лечение этих людей за кордоном, они каким-то образом загубились, нет статистики, сколько денег есть на залишках в иноземных клиниках. Министерство говорит, что они еще не пораховали. Как это вообще возможно, я не понимаю». «Мы должны отстоять жизнь моего ребенка, у нас очень мало времени. У нас с Илюшей главная проблема, мы находимся больше двух лет в отделении реанимации. Моему сыну 6 лет, он не может сам дышать. Нам шанс на жизнь дают в Германии, в городе Берлин. Когда диафрагмальные мышцы нервы будут полностью атрофированы, тогда эта операция будет неактуальна». Перекрыть железную дорогу угрожают жители села Степанки. Черкасская область, они требуют ускорить ремонт автотрассы, поскольку работы должны были начаться еще месяц назад, но приступили к ним только сегодня. Почему, расскажет Станислав Кухарчук. «Вот так выглядит выезд из села Степанки. Еще в прошлом году местные жители забросали ямы камнями. В этом дорогу должны были отремонтировать за счет Государственного дорожного фонда. Подряд почти на 5 миллионов гривен. По договору работы планировали начать 15 августа, но пока дорожников здесь не видели». «Вона единая в Черкассском районе, выиграла все тендера по ремонту всех дорог, местного значения, загального коррестования. И вся сама фирма выиграла тендер на ремонт дороги державного значения Р-10. То данная фирма просто физично, неспроможна выполнять эти работы». Это еще один аварийный участок. Тендер выиграл тот же подрядчик. А вот ремонт проводит субподрядная организация «Исмелый». Хотя еще до начала тендера, судя по этой справке, подрядчик обязался сам выполнять все работы. «Ну, мы на дико сегодня почелы, потому что раньше почелы подсылали. Ну, вот програсьте и дали, то сегодня почелы. Ну, вчера, что почелы, типа, трюшки поломался». Не на камеру рабочие рассказывают. Их наняли на полный цикл. От фрезеровки до укладки покрытия. Генеральный подрядчик только обеспечивает асфальтом, который сам и производит. Всего компания выиграла 7 тендеров на сумму более 30 миллионов гривен, утверждает активист Артур Чемерис. И уверяет, практически по всем объектам работает по такой же схеме. «Найбільший интерес – это продать асфальт, на самом деле. И там уже мать того, какие деньги. А кто его там будет всталить уже для главного подрядника Аницика? Он реализует свой интерес». Офис компании с многомиллионными оборотами. Это всего лишь два арендованных кабинета в помещении частной клиники. Встречу директор и президент компании назначают нам на улице, подальше от офиса. На камеру говорить отказываются. «Почему вы, как и росту, это все-таки?» «Так нам выгодно. Это экономика такая. Я как бизнесмен, вот так мне выгоднее делать». «Ну, совсем частно у нас. Почему?» «Почему?» Контролировать, как долго прослужит асфальт и на что уходят деньги дорожного фонда, обязан распорядитель средств, областная служба автомобильных дорог местного значения. Ее руководитель по телефону пообещал ответить на все наши вопросы, только при личной встрече. «Я вас наберу и вам по любому из устрирую. На все ваши питания я надам оборудование». Но за неделю у чиновника так и не нашлось времени не то что встретиться, а даже позвонить. Тем временем подрядчик все же начал подготовку к ремонту дороги Н-16. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Директор Волынского облафтодора попался на взятки за 300 тысяч гривен. Чиновник обещал местному предпринимателю сдать в аренду помещение, которое находится на балансе предприятия. Задержали его в Луцке на территории одного из гипермаркетов. Всю сумму главному дорожнику Волыни принесли в подарочном пакете. В прокуратуре фамилию задержанного не называют, но согласно реестру юрлиц, облафтодор руководит Николай Янчук. Поврежденная техника, легкие травмы и почти 6 часов в блокаде. Так закончилась съемка видеосюжета наших коллег из проекта «Стоп коррупции» в Николаевской области. Инцидент произошел накануне. Кто и почему мешал активистам, выяснили мои коллеги. Эти кадры сняли журналисты Стопкора в селе Лидии в Кониколаевской области. Здесь работает один из филиалов компании «Нибулон», которая занимается выращиванием сельхозпродукции. Приехать журналистов пригласили местные жители. Мы снимали истории людей, которые зателефоновали нам в редакцию. Они рассказывали, что компания «Нибулон» забрала у них земли. Люди зателефоновали в редакцию, и они захотели, чтобы мы приехали, помогли им разобраться в ситуации. Но услышать опровержение обвинений селян или хотя бы какой-нибудь комментарий журналистам не удалось. Директор попросту скрылся за воротами предприятия. Я вам сказал, я не даю никаких комментариев. Почему вы не даете комментариев? Пишите официальный запрос и все вы получите. Директор предприятия начал оттекать от нас. Он начал меня пхать, ну там, отпихать, чтобы пройти. Я ему не блокировала дорогу, я просто там шла за ним и задавала ему эти все вопросы. В ходе того всего он мне порвал сумку. Провести видеосъемку поля вокруг предприятия группа тоже не смогла. У него получилось первоначально вырвать планшет. Я пытался снова же его забрать. Но уже подбежали люди, которые у меня пытались уволить на землю и забрать все остальное. Разобраться в происходящем приехали полицейские. Выяснения затянулись до поздней ночи. Когда мы приехали на место, то застали коллег заблокированными в их собственной машине. Даже под охраной полиции корреспонденты не могли уехать почти шесть часов. Хлопцы, мы сможем выехать? Нет, почему? Нельзя. Столь агрессивное поведение сотрудники предприятия объяснили тем, что боятся остаться без работы. Мы уже это переживали не один раз. И не один раз тут была колотнеча. И не один корреспондент сюда уже приезжал. И не один адвокат. С директором предприятия нам тоже поговорить не удалось. Он постоянно прятался за спинами сотрудников и всячески избегал общения. Из-за чего разгорелся скандал, рассказала жительница Доманевки Елена Комарчук, которая обратилась к журналистам СтопКора. По ее словам, в конце 90-х Небулон незаконно взял в аренду земли Лидиевского колхоза. В частности, подпись ее отца под отказом от пая подделали, утверждает женщина. Я переживаю за это, потому что я не знаю, что мне одни было на чекать. Вы понимаете, могу я с работы полететь, могут батьки в чем-то ущемлять. Ближе к полуночи полиции все-таки удалось вызволить съемочную группу СтопКора. Уже в райотделе журналисты написали заявление на директора филиала и на его работников о препятствовании их профессиональной деятельности. После инцидента общественная организация СтопКоррупции обратилась к международной организации Amnesty International, Верховной Раде и в Национальный союз журналистов. В обращении коллектив СтопКора заявляет, что поддерживает коллег и беспокоится за их жизнь. А противодействие профессиональной деятельности журналистов называет недопустимым. Мы будем внимательно следить за ситуацией и в самой Лидиевке, и за ходом расследования нападения на коллег. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер, Николаевская область. Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит до конца года. В этом уверен министр иностранных дел Павел Клинкин. Я напомню, 13 сентября в Киев прибудет зампредседателя Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности Валдис Домбровскис. Ожидается подписание меморандума о взаимопонимании, в котором закрепят условия четвертой программы помощи для Украины. Я напомню, что речь идет об одном миллиарде евро. Но главная сегодняшняя новость из Европы – это санкции против Венгрии. Страну-члены Евросоюза наказали впервые в истории ЕС. Будапешт отныне не имеет права голоса, поскольку нарушил европейские правила и ценности. Елена Абрамович объяснит, какие. Накануне голосования в Европарламенте традиционно прошли дебаты. Венгерскому премьеру позволили высказаться в свою защиту, но он приехал не уговаривать депутатов. И не просил не вводить санкции. Все равно все уже решено, сказал он. И рассказал историю неукротимой нации, которая, цитирую, проливала кровь для защиты Европы и христианства. Давайте называть вещи своими именами. Венгрию собираются осудить, потому что венгерский народ решил, что его страна не будет страной мигрантов. С должным уважением, но с твердой уверенностью я не позволю, чтобы промигрантские силы Европейского Союза угрожали, шантажировали и размазывали Венгрию и венгерский народ на основе ложных утверждений. Независимо от решения ЕС, Венгрия продолжит противостоять незаконной миграции, заверил Орбан. Впрочем, вопрос не в нежелании Будапешта принимать беженцев, подчеркнули депутаты. Венгерское правительство эффективно заставило молчать независимые СМИ, посадило ученых на поводок, пытаясь не допустить формирования навыков критического мышления у будущих поколений. Правительство заменило независимых судей теми, кто имеет близкие связи с режимом, регулирует, в каких церквях молиться. Пришло время сделать выбор или позволить одной из стран нарушать правила Евросоюза без последствий или дать понять, что эти правила больше, чем просто текст на бумаге, заявила докладчица, и ее поддержали. Без готовности венгерского правительства решить текущие проблемы мы вынуждены начать диалог по задействованию статьи 7.1. Статья 7 устава Евросоюза предусматривает самую серьезную политическую санкцию, которую ЕС может применить против страны-членам. Это приостановление права голосовать. Впрочем, впереди еще ряд дискуссий и голосований как в Европарламенте, так и в Совете ЕС. К примеру, Польша, против которой Еврокомиссия начала аналогичный процесс еще в декабре прошлого года, до сих пор пользуется всеми правами. Из Страсбурга Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интерн. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время своего ежегодного послания Европарламенту не вспомнил об Украине. Сфокусировался на необходимости укрепить внешнюю политику ЕС. О восточных соседях ни слова ни о странах восточного партнерства, ни о России. Тем временем 10 евродепутатов подписали обращение к украинскому парламенту. Их возмутили слова спикера Верховной Рады Андрея Порубия о том, какую демократию практиковал Адольф Гитлер. Текст петиции подготовил нардеп от оппозиционного блока. Мы обсудили очень серьезный рост радикально националистических настроений в Украине и насилие с этим связано. Особенно много обсуждался вопрос по их инициативе о высказываниях в одном из центральных телеканалов спикера украинского парламента господина Порубия, который оправдывает Адольфа Гитлера. Они только за один день работы Европарламента собрали больше 10 подписей. Это обращение к украинскому парламенту, в котором они четко указывают, что не может быть вторым человеком в государстве человек, который оправдывает Гитлера. Для меня, как для европейского политика, очень тревожно слышать высказывания на столь высоком уровне в украинском парламенте. И я думаю, что очевиден тот факт, что мои коллеги согласились подписаться под документом, который предложил господин Вилкул. Нельзя сравнивать демократию и референдум с действиями и поведением национал-социалистов и Адольфа Гитлера. В 21 веке это просто недопустимо. Бунт на корабле. Чем ближе к Брекзиту, тем сильнее шатается премьерское кресло под Терезой Мэй. Однопартийцы решили добиваться ее отставки. Есть ли шансы у главы правительства удержаться, расскажет Ирина Иванова. Недовольство политикой премьера нарастало давно. Однако так далеко оппоненты Мэй еще не заходили. Накануне в Лондоне полсотни однопартийцев провели собрание, на котором решали, как и когда заставить премьера уйти с должности. Участники этого собрания рассказали подробности прессе. Значительная часть консерваторов недовольна отсутствием четких условий выхода страны из Евросоюза. В частности, планом Терезы Мэй остаться в зоне свободной торговли с ЕС. Однопартийцы готовят заявление о недоверии лидеру. Дедлайн выхода из ЕС все ближе. Согласованного плана нет. Рейтинг пробил очередное дно. Оппоненты готовят заговор. Тереза Мэй беспомощна как никогда. Тень угрозы над ней заметили даже в Брюсселе. Европейские политики менее всего заинтересованы в том, чтобы накануне Брекзита Британия погрузилась в политический хаос. Евросоюз запустил операцию спасти Терезу. Об этом уже несколько дней говорят по обе стороны Ла-Манша. По словам бывшего еврокомиссара по торговле Питера Мандельсона, лидеры ЕС опасаются, что крах переговоров по Брекзиту повлечет отставку Терезы Мэй. А вероятно, ее преемник, одиозный экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, затянет в хаос не только Великобританию, но и всю Европу. Поэтому Брюссель готов действовать в рамках плана Мэй. Я приветствую предложение премьер-министра Мэй развивать новое амбициозное партнерство в будущем после Брекзита. Мы согласны с решением британского правительства начать это партнерство с зоны свободной торговли между Соединенным Королевством и Европейским Союзом. Исходя из обозначенных принципов, переговорщики готовы день и ночь работать, чтобы достичь договоренности. Самое интересное впереди. 30 сентября начинается съезд консервативной партии. Для устранения Мэй с должности достаточно, чтобы 15% членов парламентской фракции поддержали вотум недоверия. По некоторым данным, количество недовольных однопартийцев уже превысило этот необходимый минимум. Ирина Иванова, Валентин Белич, подробности телеканал Интер. К какому бедствию готовятся Филиппины и Китай? Что ученые нашли на дне океана? И кому удалось разговорить собаку? Обо всем этом прямо сейчас. К концу недели на Филиппины обрушится мощный тайфун Манггут. С собой ураган принесет сильные дожди и порывы ветра более 200 км в час. Тропический циклон сейчас движется на северо-запад и по предварительным данным, уже 15 сентября пройдет возле филиппинского острова Лусон, после чего двинется в сторону Китая. Пилоты авиакомпании Ryanair угрожают новыми забастовками. Протестующие уже несколько месяцев требуют от руководства улучшения рабочих условий и повышения зарплат. В ответ на забастовки лоукостер пригрозил возможными сокращениями и даже увольнениями, если сотрудники будут препятствовать работе компании. Из-за массовых забастовок накануне в Германии перевозчик отменил почти 150 рейсов. В Египте для туристов открыли гробницу, возраст которой составляет не менее 4000 лет. В ней можно посетить две комнаты. Здесь был погребен влиятельный чиновник по имени Меху и его сын Мерен Ра. Открытие исторической достопримечательности – одна из мер египетских властей, чтобы возродить интерес туристов к местной культуре и истории. На Нью-Йоркской неделе моды свою коллекцию представил индийско-американский модельер Наим Хан. В его весенних образах преобладают яркие цвета. Дизайнер искал вдохновения в 80-х годах прошлого столетия. В свое время Хан одевал первую леди США Мишель Обаму и герцогиню кембриджскую Кейт Миддлтон. Неделя моды в Нью-Йорке продлится до 14 сентября. Житель Ванкувера выставил на продажу необычный автомобиль. Канадец взял кузов раритетного Кадиллака и установил его на платформу Ратрака – специального транспортного средства на гусеничном ходу, который используется на горнолыжных склонах. Кроме этого, модифицировал переднюю часть машины, установив вместо колес – лыжи. Владелец надеется продать автомобильного монстра уже в ближайшие пару месяцев. Три новых вида рыб обнаружила группа ученых из 17 стран на Дне Тихого океана. Для этого им пришлось опустить специальные камеры-ловушки на глубину 7 тысяч метров. Рыб отнесли к семейству липаровых – морских слизней. У них отсутствуют зубы и чешуя, некоторые наполовину прозрачны. Новым рыбам дали временные названия – фиолетовый, синий и розовый – в соответствии с их расцветкой. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова